Привет, с тобой снова Мамедыч, и я у себя на кухне, как будто за партой в университете. И сегодня будут лайфхаки для студентов-медиков, ну и вообще для студентов, наверное, потому что многие из вас просили сделать этот ролик, и много подписчиков моего канала это действительно студенты или ординаторы медицинских вузов. Ну, глоточек горячего кофе за вас, и поехали! Кстати, кофе повышает умственную работоспособность, поэтому иногда перед экзаменом или перед каким-то важным занятием можно выпить кружечку кофе, и тем самым поднять свою умственную работоспособность. Но приступим к нашим лайфхакам. Первый лайфхак – спи, сон, высыпайся обязательно. Потому что я помню, иногда некоторые ночи не высыпался, потому что, конечно, молодой, горячий, и ночь хочется провести как-то интересно, чем просто лежа в постели. И тем самым я иногда просыпал, буквально спал на лекции. Которые были весьма интересными, поэтому до сих пор жалею, что пропустил некоторые очень важные для меня лекции. Обязательно высыпайся. Второй лайфхак – это учи правильно. Мы знаем, что очень сложно заставить себя учить какие-то предметы основные – анатомию, физиологию, патологическую физиологию, потому что они, как нам кажется, в разрыве находятся с клиническими дисциплинами. Когда мы приходим на терапию, хирургию, нам говорят, слушайте, да вы ничего не знаете. Да, так же было и со мной, потому что я ничего не понимал. Но с самого начала нужно понимать, что нужно искать связь между анатомией, физиологией и каким-то заболеванием, например. И это заболевание, например, гуглить и искать в Википедии, и с самого начала, с самых первых курсов начинать изучать заболевание. Это звучит слишком просто, потому что, да, мы учимся в медицинском, и, да, мы будем лечить какие-то болезни, но первые три года мы об этих болезнях практически ничего не знаем. Поэтому нужно спрашивать у преподавателей и самому искать связь клинических дисциплин с основными базистами. Поэтому из этого вытекает третий лайфхак. Как же учить, например, анатомию? Анатомию трудно учить, когда мы учим ее по системам. Например, костную систему. Мне нужно сразу выучить все кости. Мне кажется, мало кому удавалось сразу все запомнить. И я в том числе не исключение, потому что очень трудно, неразрывно учить разные системы. И когда мы приходим, например, на топографическую анатомию, на оперативную хирургию, нас спрашивает преподаватель, и мы плохо ориентируемся даже в элементарной анатомии. Поэтому лучше всего сразу изучать анатомию клиническую или топографическую анатомию. Анатомию определенных областей. Мы смотрим на руку и послойно все слои изучаем. Должны смотреть, как рентгеновским взглядом пробивать эту руку. И видеть, какие мышцы, какие кости, какие связки сухожилия здесь находятся. А не только рассматривать линии судьбы. Я думаю, что... Я думаю, что очень важно участвовать в различных конкурсах, олимпиадах, во время учебы в университете. Например, участие в олимпиадах по хирургии дало мне очень много. Во-первых, конкурентная среда дает понять, что ты в будущем тоже будешь находиться в такой конкурентной среде. Ты должен в режиме стрессовых ситуаций делать какие-то, например, операции, если это хирургическая олимпиада. Или какие-то вычислительные интеллектуальные задачи, если это олимпиада по фармакологии или физиологии. В том числе участие в этих кружках и олимпиадах дает тебе новые знакомства, в том числе с людьми из других городов. Я вообще благодарен судьбе, что я знаком с многими бывшими студентами, теперь уже врачами из разных уголков нашей страны. Всем привет! Я сейчас с вами разговариваю на ютубе, и поэтому еще один лайфхак – это ютубчик. Я знаю, что в свободное время ты, если ты являешься студентом, ты либо смотришь сериалы, либо смотришь ютубчик. Либо вообще смотришь сериалы на ютубчике. Но в этом есть и своя польза. На ютубе огромное количество контента, который будет тебе полезен. Я знаю, что на моем канале много и не полезного контента, а просто развлекательного. Например, вряд ли тебе понадобится делать трепанацию кокосу или какие-то другие упражнения для хирургов. Но на ютубе огромное количество, в том числе лекций, видеоопераций и много-много другого. Из этого вытекает следующий лайфхак – учи английский, потому что 90% полезного контента на ютубе на английском языке. Без него тебе никуда не деться. А почему еще нужно учить английский врачу, можешь посмотреть и здесь. Следующий лайфхак – это не огорчаться, не печалиться плохим оценкам. Слушайте, ну, за тройку еще не выгоняют из медицинского университета. И я знаю кучу хороших врачей, которые стали замечательными врачами, хирургами, терапевтами, которые учились не так хорошо во время университета. Зато единственная оценка, к которой нужно стремиться – это улыбка или рукопожатие вылеченного тобой больного. Обязательно сходи в клинику. Я, на самом деле, против того, чтобы студенты работали медбратьями или медсестрами, потому что это занимает большое количество времени. Это ночные дежурства, это недосыпы. И плюс ко всему, ты мало какой практики подхватишь важной для себя, для доктора. Да, ты научишься выполнять все манипуляции медбрата или медсестры, забирать анализы, но лучше всего сходить в клинику, чтобы, например, на практику, чтобы посмотреть, как все устроено, как работают врачи. Или вообще получить менторство от какого-то врача, который сможет показать тебе все нюансы работы в том или ином отделении. Что касается научной работы. Конечно, научная работа во время университета не должна являться самоцелью или получением каких-то дополнительных баллов, чтобы получить автомат, например, на экзамене. Но, конечно, полезно в каком-то роде начать заниматься наукой в университете, что-то изучать, статистику, сбор данных. Но я знаю кучу профессоров, которые плохо оперируют или кучу профессоров, которые никакого отношения не имеют к клинической работе. Поэтому нужно изначально решить, занимаешься ты клинической работой и развиваешься как врач и научная работа для тебя как сопровождение, либо ты полностью уходишь в науку. Ну и последний лайфхак, который важен любому студенту-медику и будущему врачу. Полюби медицину всем сердцем. Ведь она такая классная. Ведь она такая интересная. Куча нюансов, куча болезней, которые человек учится и учится излечивать. Куча интересной информации. И когда ты заканчиваешь медицинский университет, в твоей голове просто база данных, которая всегда сыграет тебе на пользу. Обязательно учись хорошо. Подписывайся на этот канал. Ставь лайки, чтобы правильно произносить все слова, которые я иногда неправильно произношу. И увидимся в новых выпусках. С любовью, ваш Мамедыч. Подписывайся. Подписывайся. Подписывайся на канал. И не проливай кофе на руки.